Всемирный день охраны окружающей среды был провозглашен в 1972 году на 27 сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Этот праздник ежегодно отмечается 5 июня и является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды. Ежегодно праздник проходит под определенным девизом, девиз 2022 года «Только одна земля». Только вместе мы можем стать поколением восстановления, способным сохранить окружающую среду за счет поддержания существующих на земле экосистем и развития их биоразнообразия. Всемирный день окружающей среды 2022 года призван напомнить нам об этой важной миссии. Ведь воздействие человека на природу часто носит разрушительный характер, необратимо изменяет исконно земные ландшафты, лишая растений и животных привычной среды обитания. Для того, чтобы передать будущим поколениям немногие участки планеты, сохранившиеся в первозданном виде, государство берет их под свою защиту, объявляя особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального или местного значения. К особо охраняемым территориям федерального значения в нашем крае относится Государственный природный заповедник Воронинский, организованный в 1994 году и расположенный на территории Кирсановского и Инжавинского районов в долине реки Ворона. Его основными задачами являются охрана лесостепных комплексов, спасение редких видов и экологическое просвещение населения. Среди редких видов животных, охраняемых на территории заповедника, стоит отметить орла на белохвоста, орла змеяда, сокола сапсана, барсука, выхухоль. К охраняемым территориям в нашем крае также относятся заказники. Всего у нас 4 заказника. Маршанский, создан в 2007 году и располагается на территории Маршанского и Сосновского районов. Общая площадь более 45 тысяч гектар. Основной часть территории занимают сельскохозяйственные угодья, преимущественно пашни, что, конечно, снижает природоохранную ценность территории. Охраняемыми видами животных являются степной сурок байбак и заяц-русак. Байбак был полностью истреблен в области в период с 1928 по 1965 годы. В результате реинтродукции, то есть переселения вновь диких животных определенного вида на территорию, где они ранее обитали, которая началась в 1984 году, теперь на территории Маршанского заказника создана относительно устойчивая популяция этого зверька. Заказник Пальновский создан также в 2007 году, располагается на территории Мичуринского и Никифоровского районов. Общая площадь чуть более 12 тысяч гектар. Природоохранный интерес представляет долина реки Пальной Воронеж с сохранившимися по ее склонам широколиственными лесами и пойменными лугами. К охраняемым видам животных здесь относятся серая куропатка, заяц-русак, русская выхухоль. Еще один заказник Кмелина-Кершинский также организован в 2007 году и располагается на территории Печаевского и Бондарского районов. Включает бассейн среднего течения реки Керши. Общая площадь около 17 с половиной тысяч гектар. Основными объектами охраны в заказнике являются лось, рысь, норка европейская, выдра речная, выхухоль, глухарь, рябчик, осаед, серый журавль. Почти все эти виды занесены в Красную книгу Тамбовской области. Первая информация о появлении рыси в нашем крае относится к 1970 году. В 1993 рысь была отмечена в Маршанском районе, в 1995 году в Сосновском районе, в 1998 в Печаевском районе Тамбовской области. В начале 2000-х годов от охотников неоднократно поступали сведения о встречах самих зверьков и их следов. Вероятно, одной из причин, обуславливающих процесс естественного освоения видом прежнего ареала является увеличение численности косуля в Тамбовской области. И самым молодым заказником на территории нашего края является заказник Нижневоронинский. Он организован в 2013 году и располагается на территории Уваровского и Мучкапского районов. Общая площадь его чуть более 20 тысяч гектар. К охраняемым видам относятся европейская косуля, серый журавль, речная выдра, европейская норка, русская выхухоль. Русская выхухоль находится в нашем крае под угрозой исчезновения. Этот зверек населяет пойменные водоемы и реки со слабым течением и берегами, достаточно высокими для строительства нор. Вход в нору начинается под водой. Питается водными беспозвоночными, мальками рыб, лягушками, водными растениями. Спасибо за внимание.